Всем привет! Вы смотрите программу Новое утро на телеканале Оригус. Я ее ведущая Александра Кузьмина. Сегодня на календаре у нас 5 апреля, среда, и этот день является международным днем супа. Точнее, отмечается в этот день международный день супа. Представляете, какой гастрономический праздник. И по этому поводу у меня в гостях Александра Митапова, основательница кафе паназиатской кухни. Доброе утро, Александра! Здравствуйте! Самый первый вопрос. Паназиатская кухня. Почему выбрали именно паназиатскую? Не бурятскую, не европейскую. Я вот знаю, что очень вкусные как раз-таки супы в паназиатской кухне. Ну, хотелось чего-то такого новенького, интересного. У нас сначала была корейская кухня, затем я пришла обучение у Константина Галова. И он нам посоветовал, чтобы привнести что-то новое, шеф-повара из Иркутска Евгения Денисова. То есть корейская кухня это как будто бы такое более ограниченное меню? Да, что узкое вишки, да, и немножко расширится, чтобы нам... А паназиатская это как будто бы больше-больше всего. Да, все объебывающие. Ну, вам самой было интересно вот именно такое что-то азиатское? То есть к европейскому вообще не лежала душа изначально? Ну, европейское для меня это что-то такое банкетное, праздничное и обычное. Пресное, да, скучное, не соленое, не острое. Ну, панази, конечно, это вообще широчайший спектр вкусов, да, многообразия всего. Я вообще, знаете, думаю, что очень много любителей именно паназиатской кухни, потому что со всего мира, правда, люди, кто-то любит прямо суперострую какую-то еду, не только корейская, конечно, это вообще, ну, в общем, любая Азия. И вот я знаю, что супы как раз-таки паназиатские прямо вот славятся своими такими вкусовыми рецепторами, вот чтобы прямо они вот прямо вот, как это говорится, вкусовые сосочки прямо всегда воспалены. А есть ли какие-то сложности вот именно в работе с общепитом? Ну, бывает, конечно, сложно, тяжело даже сказала, сказала бы, но очень интересно. Интересно. Каждый день, каждый гость для нас это каждый раз вызов, целый мир открывается. Я себя каждый раз узнаю с новой стороны. Я вообще всегда, как-то, знаете, с таким уважением отношусь к предпринимателям, кто работает именно в общепитах, потому что у меня первая мысль, это же постоянные проверки, контролирующие службы, а просрочка, что-то просрочится, ну, вот ты же не можешь это выдать, ну, то есть, допустим, испортились яйца, ну, ты же не можешь, вот, чтобы не понести убытки, вот, выдать эти просроченные яйца, то есть, все приходится утилизировать, то есть, это большие потери. Вот как вы с этим справляетесь, то есть, это все нужно же как-то рассчитать, посчитать? Ну, тут, конечно, нужен колоссальный опыт, чтобы просчитывать закуп, да, там, на какой период вообще закупаться. И в этом смысле, конечно, у меня были очень хорошие учителя, ну, в тот же вот Евгений Денисов, да, сказал, как делать именно закуп, на какой период, и то есть, мы уже в первые месяцы, скажем так, присматривались, сколько чего заказывать, так что сейчас у нас вообще практически вот нет такого. Каких проблем нет, да? Такой истории у нас уже нету, да. Ну, то есть, все это можно просчитать, все как-то можно минимизировать, все риски. Ну, средний показатель стоит, скажем так. Александра, вы сама любите фаназиатскую кухню? Ну, конечно, я сама очень любилась. Или это было только вот, как бы, как говорится, ради денег, бизнес, чтобы заработать денег? Нет, для меня это точно не так. Кстати, вообще говорят, что преуспевающий бизнес, это как раз-таки тот, который делается из души, то есть, не для заработка денег. Вообще, кстати, даже некоторые люди говорят, что если что-то делается для заработка, то это неуспешно будет. Ну, да, много раз слышно, что вот когда вот в глазах деньги, то за этим же не видно ни людей, ни истории. То есть, даже сам вкус даже уже не чувствую. То есть, вы сама любите фаназиатскую кухню? Конечно. Я сама люблю очень есть. Что у вас самое любимое из вашей кухни? Ага, раманы также мне очень нравятся. Суп в ролл-доге нашим нам очень нравится. Ну, вообще, любое блюдо. Поострее или более преснее? Ну, это по настроению, наверное. Вот мы сегодня, кстати, будем готовить в честь такого потрясающего праздника День супа, международный, между прочим, то есть, во всем мире отмечается. Мы сегодня будем готовить суп как раз-таки с Евгением Денисовым, поэтому, друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Впереди все самое интересное и, главное, вкусное. Здравствуйте. На связи Татьяна Бадоева, нумеролог. И вашему вниманию прогноз на среду, 5 апреля. Девиз сегодня. Пришла пора инсайтов и осознаний. Благоприятно. Побыть в одиночестве. Пересмотреть свои принципы и ценности. Обратиться к духовному гуру или наставнику. Прислушаться к интуиции. Уделить внимание своему здоровью. Провести чистки организма. Или перейти на правильное питание. Заниматься йогой и медитациями. Повышать квалификацию. Почитать книгу. Изучить новую сферу для развития. Или просто сходить в кино. Неблагоприятно. Вкладывать деньги, инвестировать. Думать только о доходах и деньгах. Отклонять советы других. Быть весь день в шумной компании. Злоупотреблять пищей и алкоголем. Впадать в стресс и меланхолию. Настройка на день. Я контролирую свои мысли и создаю ту реальность, в которой хочу жить. И помните, что настройка работает, когда ее систематично повторяешь. С вами была Татьяна Бадоева. Удачного всем дня. Новое утро продолжается. Ну что, друзья, международный день супа. В гостях у меня сейчас Евгений Денисов, шеф-повар потрясающий. Сегодня мы будем готовить рамен. Рамен. В чем разница, Женя? Будем готовить японский рамен с азиатским уклоном. Рамен называется заварная лапша. Вообще готовится суп из заварной лапши. А, который в пакетчиках? Да. Который отваривается отдельно, а потом смешивается с бульонами, с ингредиентами и так далее. Мы будем готовить японский из собственного приготовления лапши. То есть это разные вещи, рамен и рамен? Да, да, да. Вот это сейчас инсайты вообще мощные. То есть лапшу в кимчи тоже мы делаем сами, да? В кимчи, да, абсолютно все сами делаем. Стараемся брать какие-то полуфабрикаты, резать, от покупного отходить. Морепродукты мои любимые, обожаю. То есть это будет рамен с морепродуктами. С морепродуктами, да. Все уже нарезано, что же делать? Мы сейчас пока ждали команды готовить. Подогрели бульон. Бульон мы сделали с уклоном в том-ям. Для того, чтобы взять корейскую тему. Можно я посмотрю, пожалуйста, прям интересно. Бульон том-ям мы готовим на курином бульоне. Кости, когда вот разделываем рыбу, у нас остаются косточки, мы их не выбрасываем. Готовим на курином бульоне. Также мы добавляем туда и рыбные кости. Также, когда мы их чистим. То есть кости, они тоже дают какой-то вкус. Да, рыбный такой, да, аромат на куриной основе. Это вообще всем советую так готовить. И также, когда мы чистим креветки, у нас остаются панцири. Мы тоже добавляем в бульон. Да, это для усиления именно рыбного, атмосферы, когда ты кушаешь. То есть никаких отходов, да? Все, что мы вот чистим. Все варим. Все варим. И также, так как это азиатское направление, мы много используем корнеплодов. Имбирь. Имбирь мы немножко добавляем, потому что мы когда при подаче, если гостю нравится вкус имбиря, мы еще дорезаем его непосредственно уже перед отдачей. Много не добавляем и варим отдельно от кокосового молока, для того, чтобы срок годности увеличить. Кокосовое молочко. Да. Мы сейчас пока вот так. Давай, давай. Уже понюхала, да? Понюхала. Да, он сейчас немножко островато-томатный такой, да? Сейчас мы добавим сливочную основу, немножко оттеним остроту, ну и добавим сливочности. Ну, кокосовое молоко-то это же вообще... А, ну вот поэтому и бульон том-ям, да? Да, нет, и здесь паста том-ям еще присутствует. Потому что вот я знаю, что очень люблю том-ям, но мне, кстати, всегда в том-яме не хватает как раз-таки углевода, то есть лапшички. Все время вот я его ем, я выпью бульон, съем эти морепродукты, и вот не наелась такое чувство. Также рис добавляют в том-ям, да? Да, да, а была бы лапша, думаю, вот было бы замечательно. Так, может быть, я пока что-нибудь порежу? Так, да, сейчас у нас уже начинает закипать. Порезать можно, давай ты будешь отдавать. Давай, я буду отдавать. Возьмешь тарелочку и начинаешь делать заготовочки. Я пока начну варить. Так, заготовочки, это что? Мы берем сначала дольку лайма. Дольку. Сколько тебе нравится в... Нет, долька, это сейчас будет кругляшочек. Вот так. Тут. На половинку мне нужны грешки? Да, на половинку. И дольку. И вот так. Я люблю лайм. Обязательно я это делаю. Вот так, а потом чик-чик-чик-чик. Да. Далее, если имбирь тебе нравится. Конечно, нравится. Все, мне нравится. Месколько кругляшочков имбиря. Что будет, если переборщить с имбирем? Можно ли испортить как-то имбирем? Он будет доминировать просто. Всегда же приятно есть суп, когда такая... В равных пропорциях все. Да, то есть остринка, потом такая сливочная основа, потом морепродукты. И вот эта игра. И с каждым укусом у тебя просто это вот гастрономическое удовольствие. Игра целая. Что потом? Лук вижу. Так, далее лук. Если брать, например, рамоны, то из зелени всегда я предпочитаю брать... Да, мне кажется, и в тех странах тоже предпочитают брать лук. Как широко? Вот так? Да, если мы готовим для себя, то вот мне вот так вот. Вот так, да? С фалангу, примерно с фалангу. Ну, то есть, если нет зеленого лука, как будто бы можно какую-то альтернативу найти. Кинзу можно, кинзу использовать. Ну, кинзы такой характерный вкус все-таки. Ну, если взять восточные какие-то супы, да, азиатские, там вот эти специи, пасты, острость, то есть кинза там, она не сильно влияет на какой-то там вкус. Ну, да, согласна. Если еще есть имбирь у нас. Да, если брать, например, какие-то русские блюда, там, например, в борщ добавишь кинзы. Кинзу, все. Яйцо – это просто такая очень белковая полезная пища. И вот лапша раскатываем на пастомашине. То есть, это не покупное, да, все? Нет, это не покупное, это 100%. Покупное, оно сильно переваренное. Мне не нравится, если честно. Я больше предпочитаю… Аль денте такое, да? Да, да, я предпочитаю больше там свое, руками. В ресторан же почему люди приходят в кафе, в заведения любые даже, я бы сказал. Потому что дома, ты представляешь, надо взять яйцо, муку, замесить, раскатать, нарезать, бульон на трех видах сварить, потом отсидеть, пасту добавить, сходить в магазин. То есть, большой цикл для того, чтобы приготовить этот суп. Да, либо пришел там в заведение, 500 рублей, там, 350. Хоть сколько, лишь бы не готовить. Потратил, вкусно поел, не надо посуду мыть, не надо вообще. И пошел дальше развлекаться по своим делам. Друзья, ни в коем случае не переключайтесь, впереди у нас самое интересное, момент дегустации. Оставайтесь с нами. Прокрастинация – это вид саморазрушающего поведения, при котором человек откладывает решение задач на последний момент. Нередко это сопровождается чувством вины, стыда и даже потери воли. Склонность откладывать дела на потом в той или иной степени присуща каждому. Когда она становится привычкой, страдает финансовое положение, карьера, взаимоотношения и даже здоровье. Как насчет случая, когда вы решили отложить работу над проектом за неделю до дедлайна? В результате время пролетело незаметно, важные вопросы пришлось решать за одну ночь. Или отказались делать уборку в квартире, потому что вам хотелось другого в этот момент. Или находили тысячу крошечных срочных дел, отвлекающих от одного не менее срочного, но большого. Все это прокрастинация. Причины прокрастинации зависят от разных факторов, но чаще всего она работает над защитным механизмом. Так психика борется с беспокойством при решении сложных или неинтересных задач. Только горящий дедлайн, срыв, которым грозит серьезными последствиями, может заставить вас концентрироваться и решить назревающую проблему. Мы часто предполагаем, что некоторые дела не отнимут много времени. Это приводит к ложному чувству безопасности, которое сменяется стрессом, если решение отложенного вопроса грозит сорвать срок. Еще с одним фактором, способствующим прокрастинации, откладыванию дел на потом является ожидание особого состояния, вдохновения или мотивации. Это заблуждение. Такое состояние возникает в ходе работы над задачей, а не предшествует ей. То есть главное – заставить себя начать. Страх неудачи, неумение планировать и расставлять приоритеты, слишком объемная или скучная задача – все это приведет не только к откладыванию дел на потом, но и даже к выгоранию. Бороться с оправданиями проще, чем с другими причинами, повлекшим за собой прокрастинацию. Важно посмотреть на проблему прагматично, определить пользу от результата, для этого установку «я должен сделать это» можно попробовать заменить на «я хочу это сделать», чтобы получить что-то. Чтобы перестать прокрастинировать, нужно определиться с причинами, которые побуждают вас откладывать дела на потом. Устраните их, прежде чем приступите к работе. Это может быть не только неудобное кресло в рабочем кабинете или зависающий ноутбук, но и разного рода раздражители, которые отвлекают вас от выполнения важных, больших задач. По своей сути, прокрастинация связана с эмоциями, а не с продуктивностью. Прежде нужно научиться управлять эмоциями, а затем пытаться их контролировать. Важно разобраться, что ваш мозг воспринимает как вознаграждение и наказание. Чтобы победить прокрастинацию и избавиться от нее, нужно предложить мозгу то, что он сочтет значимым или интересным. Разберитесь со своими страхами. Страх неудачи, ошибки или даже непредвиденного успеха вынуждает нас откладывать дела на потом. Здесь важно представить самое опасное, что может произойти, и продумать пути решения неудачи. Оцените потенциал задачи. Ради чего вы работаете над тем или иным делом? Какой положительный вклад он может привнести в вашу жизнь? Ответьте на эти вопросы, прежде чем взяться за какую-либо работу. Составьте список дел, которые вы регулярно откладываете. Оцените, сколько времени потребуется для выполнения каждой задачи, а затем удвойте это число, чтобы не попасть в когнитивную ловушку недооценивания, нужного для решения задачи времени. Научитесь распознавать начало прокрастинации. Наверняка вы замечали, как прерываетесь во время рабочего процесса, чтобы выполнить незначительное действие, которое впоследствии затягивает вас на десятки минут. Договоритесь с собой. Попробуйте не поддаваться желанию отложить дела на потом. Вместо этого заставьте себя потратить хотя бы несколько минут на работу над задачей. Не отвлекайтесь. Назначьте себе период времени, в течение которого вы устраните все факторы, которые могут вас отвлечь. Никаких уведомлений, музыки или бессмысленного гуглинга. Все внимание только поставленной задачи. Новое утро продолжается, друзья. У нас уже все готово. Какие-то невероятные ароматы стоят. Кокосовое молоко, паста том-ям, вот лайм мне отдают, имбирь. У меня уже само слюни текут прям. Давай, давай, все, выкладываем, да? В общем, рассказываю, как отдают еще в тех странах рамены и такой политики супы. В большинстве случаев отваривают отдельно лапшу, выкладывают на тарелку, сверху заливают горячей основой. И пока там донесут до гостя, либо он пока начнет есть, это все прогревается до равномерного состояния. Мы сразу... На опыте, да. На опыте, и как людям больше нравится, мы все равно люди кухни, мы стараемся людям дать то, что они хотят. И мы подогреваем лапшу быстренько в горячем бульоне и потом уже начинаем выкладывать. Попробуешь два вида и скажешь, как тебе. Да, пробовать это я люблю. Какая прекрасная работа вообще. Пробуешь потрясающий суп с морепродуктами. Полезненький, вкусненький, остренький. Кстати, как ты считаешь, вот острое с утра на завтрак, это как вообще? Да я вообще днем и ночью, мне кажется, могу острое есть. Мне тоже кажется, как зато с утра на адреналине на этом, да? И пошел вершить великие дела. Так как ты любишь больше морепродуктов, я тебе тут сейчас все выловлю. Ой, давай. Ну и вот, проблема вот раменов, лучше их покупать на самом деле в специализированных заведениях. То есть не готовить дома, ты имеешь в виду? Ну дома, вот представляешь, сколько времени можно потратить. Не представляю. В масштабах. Даже не хочу представлять. А я буду украшать, да? Да. Либо они вот так берут и заливают. Так, я пока могу кидать лук. Да. Лучше кучками, я обычно кучками выкладываю. То есть, например, кучка здесь, кучка. То есть, типа поки. Типа поки. Так, имбиречек. Яйцом, да? Кидаю? Да, конечно. Я боюсь прямо, вдруг я что-то не так сделаю, все испорчу. И то, мы немножко переварили, сразу говорю. Его лучше использовать с мяточку такую, знаешь, там типа... Так оно же там растечется же, желток. За счет того, что бульон горячий, он дальше сворачивается будет. У тебя такая вот тягучая состояние бульон. Все друг друга обволакивало, да? Да. А нори? Нори тоже обязательно, да. А можно два? Можно три. Я хочу два. Так, что еще мы забыли? Лайм. Лайм. Кидаю и... Нет, рядышком, не рядышком. А, рядышком. Он все равно раскроет, знаешь, когда, если долго выжить, он такой горчить будет. А кунжутик? А кунжут, если ты прям предпочитаешь, что-то... Ну, конечно, я предпочитаю. Очень предпочитаю. Тогда больше. Нет, как это красиво в отверхах, друзья. Вы посмотрите. Очень такое богатое блюдо, да? Креветки. Семга, да? Или форель. Кальмар. Кальмар, да. Лапша. Льцо. Лапша. И белки, и жиры, и углеводы, друзья. Вообще идеально. И очень вкусно. А уже хочется уже продегустировать что-нибудь, попробовать. У тебя как раз из ложечки, палочки, вилочки. На любой случай жизни можно... Так, мой? Вот этот, да? Это твой, да. Ой, ну что, друзья, с днем супа вас и нас. Горяченький. Вкусно, я хочу креветку. Чувствуешь, да? Я хочу лапшу, очень вкусно. Фишка в этом супе еще, видишь, когда ты кушаешь, начинаешь, имбирь потихоньку в горячей среде раскрывается, лайм раскрывается, но... Такое даже сразу непонятно. Вроде бы и остро, и сливочно, и кисло. И что же, и вот эта игра супа мне очень симпатизирует. Потом как раз все это прогревается и кайфуешь. Особенно, когда такую тарелку себе делаешь, особенно на завтрак, если... Вот так еще потом допиваешь. До ужина, да? До ужина можно потом... Лапшу хочу вот я попробовать. Кто-то же любит такую более разваренную, кто-то любит такое более аль денте. Здесь она мягкая, здесь она более уже потверже, потому что мы не проваривали заранее. Где-то я сейчас прямо, знаешь, где-то пальмы, как будто бы у меня там солнце, сейчас закат, банглород. Очень вкусно, друзья, просто вообще самая лучшая работа. Ну и впереди, наверное, осталось самое интересное. Все-таки мы расскажем нашим зрителям, где же все можно это попробовать. Друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами на телеканале Арибус. Всем привет! Снова в эфире «Правовая среда». На прошлой неделе мы разбирали, как вести себя в ситуации, если вы нечаянно испортили товар в супермаркете. Предлагаю продолжить эту тему, связанную с нашими правами и обязанностями в магазине. Сдайте вещи в камеру хранения. Эту фразу слышал хотя бы раз любой человек. Важно знать, если охранник не пускает в магазин, пока вы не положите вещи в камеру хранения, это нарушение гражданского кодекса. Магазин не вправе заставить вас сдать сумку или пакет. Личные вещи у вас в руках этому никак не препятствуют, а камеры хранения нужны для удобства покупателей, но не для контроля за ними. Сложившись от ситуации, ссылайтесь на закон. А если здравый смысл не возобладает, требуйте книгу отзывов и предложений. Заручитесь поддержкой свидетелей и пишите жалобу в Роспотребнадзор. Не менее важно помнить, что охранник магазина не имеет права досматривать вас, заставляя показывать карманы. На эти действия имеют право только сотрудники правоохранительных органов в присутствии понятых. Поэтому, если вас не пускают в магазин, требуя вывернуть карманы, настаивайте на вызове полиции. А что, если вы все-таки сдали вещи в камеру хранения, чтобы не занимать руки, а с ними что-то случилось? Конечно, администрация отказывается компенсировать убытки, ведь в каждом приличном супермаркете есть объявление – за личные вещи покупателей ответственности не несем. На самом деле, отказ сотрудников магазина также противоречит гражданскому кодексу. Как только вы кладете вещи в ячейку и закрываете камеру на ключ, вы заключаете с магазином договор о безвозмездном предоставлении услуг. Пока ключ от ячейки у вас, публичный договор считается заключенным. Поэтому, если вещи пропали или испорчены, торговая точка должна компенсировать ущерб. Вам потребуются свидетели, которые видели, что вы пользовались камерой хранения, и чеки на помещенные туда вещи. На сегодня у меня все. Увидимся на следующей неделе. Дуралекс, Седлекс. Ну что, друзья, вот и подходит наша программа к концу. Мы уже приготовили суп, поели, его продегустировали. И самое интересное, Александра, где вы находитесь, куда идти, где есть, где покупать? Наша кафе «Ким Чипанчан» называется, находится в самом центре нашего города, улица Ленина, 25, на Арбате. И недавно мы открыли вторую точку в торговом центре форума на третьем этаже. На фудкорте. Ну, слава богу, там теперь можно будет поесть суп. Приходите. А какие-нибудь актуальные акции, допустим, час супа или какой-нибудь счастливые часы, там, грубо говоря, с 12 до часу, со скидкой 90%. Ну, у нас постоянно проводятся какие-то акции. Вот сейчас скоро, вот в эти дни, прям к вам запустим новую акцию. Так что следите за нами в соцсетях. А, вы не говорите, да. То есть, друзья, следите за «Ким Чипанчан», приходите. Действительно, очень вкусно. Ну, а это была программа «Новое утро», друзья. У нас сегодня такая была очень вкусная, гастрономическая программа на сегодняшний день. Ну, а это была программа «Новое утро» на телеканале «Оригус». Я ее ведущая, Александра Кузьмина. Смотрите нас по будням с 6 утра. Увидимся мы с вами уже завтра. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!